добрый день продолжаем серию прямых эфиров краеведение по дороге я сейчас нахожусь на углу улицы хавской и шухова и за мной находится поле которое являлось местом первых ипподромов здесь располагалась недалеко конная площадь это огромное место куда привозили коней от этого ничего не осталось как это как от этой площади которая на старых картах за мной который находится она нас на старых картах так и написано площадь конных скачек или и уже на некоторых картах бывших плановых скачек современники вспоминают ее как огромное огромное место которое осенью и весной превращались в распустицу зимой здесь прокладывали санный путь одним из тех людей которые способствуют популяризации этого места был алексей григорьевич орлов у которого усадьба была совсем недалеко от этого места это в нескучном саду и алексей григорьевич орлов завез в россию три вещи это знаменитые включение лошадьми именно он вывел от этих самых орловских и русаков это увлечение голубями и цыган ну и здесь в принципе вы было у него все в разных количествах потому что понятно где лошади там и цыгане цыгане были основными маклерами при продаже лошадей на конной площади были устроены специальные коновизи где продавали практически как вспоминают очевидцы здесь ничего нельзя было купить продать мимо цыган цыганы цыгане конечно пытались как-то нажиться на продаже лучше лошадей но как вспоминают сами богатырёв если при продаже лошади он тебя обманет то если послать того же цыгана разменять струблевку то не было случая чтобы пропал цели струблевкой цыгане кстати говоря потом цыганские табры продолжали еще кочевать в нескучном саду как раз в орлова когда там конечно же никакого орлова не было но после того как там сделали парк время от времени они туда продолжали приезжать но это тема отдельного разговора от конной площади осталось только конный переулок здесь еще здесь был дровяной переулок потому что и дрова и кони требуют большого количества места за москворечье было достаточно таким разряженным местом где можно было это устроить так вот этот ипподром был достаточно большой в лучшие времена ипподром орлов достигал прямо границы города камеркалиевского вала и вот та дача которая круглая в которой располагается ресторан орлов считается что это был благо у голубятни орловы никакого отношения к орловам не имеет и голубям она тоже не имеет никакого отношения это просто такой был дачная постройка может быть она имеет некоторое отношение к орловским бегам потому что оттуда было говорят удобно смотреть на скачки это собственно трасса ипподрома проходила там кстати впоследствии эти скачки про проходили и вот по улицам города зимой на рождество на на масленицу иногда они проходили прямо по льду москва реки сам популярным местом это было трассу устраиваем между скворецким мостом и большим каменным мостом тогда значит там устраивались прямо на льду арены продавались билеты естественно что здесь из деваки смотрели с мостов ничего не платят и особо популярностью пользовались гонки на тройках они они приезжали с ближайших мест были любимые экипажи и это было самым пожалуй захватывающим зрелищем а ближе к советской власти собственно это вред это эта площадь ему продолжала выполнять свои функции рядом рядом располагалась как я сказал дровяная площадь тут дровяной переулы лыжи пор остался до дова потом это все снесли вот здесь за мной вы видите этот камень это не не просто камень это растяжка антенны танцы горс это было радио коминтерны построены на этом месте впоследствии именно к ней было добавлено шуховская башня добавлено в эту радиостанцию это было место откуда ввела трансляция на весь мир чтобы донести идеи государства первая революции до всего мира но остался от этого вот этого поля осталось только анкерный такой камень на нем собственно говоря написано сейчас попробую показать вам его анкерный камень восемнадцатого года так вот анкерный блок растяжки так что на смену на смену лошади пришли пришли радиоволны ну а бега постепенно переместились ближе к излюбленному место развлечения москвичей к Петровскому парку там потом был сделан место для скачек место для бегов кстати скачки почему-то не пользовались популярностью москвичей напоминаю что скачки от бегов отличаются тем что для бегов используется повозки тележки или сани скачки проводятся в седле но тем не менее москве осталось от этих мест улица скаковая беговая а здесь остался только конный переулок и особняк орлова в нескучном саду ну и цыгане конечно которые время перемещались вслед за лошадьми потому что один из цыганских мест это как раз был за Петровским парком но вот все что я хотел сказать то месте о котором вроде как ничего не говорила спасибо за внимание до свидания